Всем привет! С вами я, главный мечтатель. Сегодня я расскажу вам историю мечты одной замечательной писательницы. Речь пойдет о Джоанн Роулинг, написавшей книгу о Гарри Поттере. Джоанн Роулинг родилась 31 июля 1965 года в небольшом городке Ии Эйт, в 16 километрах к северо-востоку от Бристоля. Отец Джоанн, Питер Джеймс Роулинг, работал инженером в компании Роллс-Ройс. Мать Джоанн, Энн Роулинг, была наполовину француженкой, наполовину шотландкой. Через 4 года после рождения Джоанн семья переехала из Ии Эйта и поселилась в Уинтенбурне, также находившемся недалеко от Бристоля. В детстве Джоанн была маленькой пухленькой девочкой, носившей очки. Она росла фантазеркой, постоянно что-то выдумывала, то, чего не было на самом деле. И очень любила рассказывать ей уже сочиненные удивительные сказочные истории. Свою первую сказку она написала, когда ей было 5 или 6 лет. Это была сказка о кролике, который болел корью и к нему приходили друзья с гигантской пчелой по имени Мисс Пчела. Первой слушательницей ее сказок была ее младшая сестра Ди. У Джоанн было спокойное счастливое детство, которое будущая писательница провела в окружении заботливых родителей, любимой сестренки и бабушки. У маленькой Джоанн было много друзей, она ладила с родителями и хорошо училась. В то время Джоанн Роулинг с подачей матери основательно увлеклась литературой. Мать Джоанн отдавала все свободное время семье и потому позаботилась, чтобы ее дочери получали хорошее образование. Энн любила читать детям книги и к 5 годам Джоанн знала чуть ли не наизусть все детские книжки. Уже в начальной школе Джоанн полюбила такие предметы, как литература и английский язык. Она наслаждалась учебой в школе Уинтербурна, где была очень творческая окружающая среда. Там она много занималась лепкой глиняной посуды, рисованием и историей литературы. Однако родители Джоанн всегда мечтали обзавестись собственным домом в этой стране. И когда Джоанн было около 9 лет, они переехали в деревню Тацхил. В новой школе возникли и новые проблемы. Новая учительница садила Джоанн за последнюю парту по правую руку от себя. Это были места для неуспевающих учеников. Впрочем, были и учителя, которых Роулинг вспоминает с улыбкой на лице. Было несколько учителей, которые действительно способствовали тому, чтобы Джоанн писала. Они читали ее работы всему классу, что очень радовало маленькую писательницу. Гордость, которую она испытывала, когда ее работы читали другим ученикам, очень много значило для нее. Наверное, именно тогда она поверила в свою мечту. Когда Роулинг было 15 лет, ее семья снова переехала. Для Джоанн это означало полную смену привычного окружения. Одно дело, когда переезд происходит в юном возрасте, другое, когда в подростковом. Последовало расставание с друзьями и переход в новую школу. Примерно в то же время умирает любимая бабушка девочки. У нее разлаживаются отношения с отцом. А мать Джоанн тяжело заболевает рассеянным склерозом. Лечение не дает положительного результата. Поэтому состояние матери усугубляется с каждым годом. Джоанн, сколько себя помнит, всегда мечтала. Мечтала о неизведанных странах и волнующих сказочных лесах. Но ее действительность была далеко от придуманной. И укрыться она могла только в своем придуманном мире. После окончания школы она поступила на факультет французского языка. Хотя мечтала об английской литературе. Но родители сочли ее выбор слишком несерьезным. Джоанн покорно согласилась изучать французский. Хотя попытка поступить в Оксфорд была. Но она будто снова шла не по своему пути. Получив образование, девушка переехала в Лондон. Работала в разных местах секретарем. Она сама признается в том, что секретарь из нее получился не очень хороший. Зато у нее появился вымышленный друг. Однажды, когда Джоанн ехала из Манчестера в Лондон, поезд задержали на 4 часа прямо в дороге. От скуки она выглянула в окно. И в этот момент в ее сознание пришла полностью сформированная идея романа о Гарри Поттере. В ее воображении возник ясный образ черноволосого мальчишки. В круглых очках и со шрамом на лбу. Джоанн четко понимала, что этот мальчик волшебник. Он мог сделать все то, о чем мечтала она сама. Он был сильным и умным, бесстрашным и ловким. Он мог преодолеть любые преграды и победить всех врагов. Тонкая рукопись росла. Ее Гарри Поттер приобретал все новые и новые черты. По возвращении домой Джоанн тут же села за письменный стол и начала писать. В один из дней квартиру, в которой она жила, ограбили. Воры унесли даже несколько памятных вещей, доставшихся от матери. К счастью, коробка из-под туфель, полная наброска к Гарри Поттеру, их не заинтересовала. Джоанн в то время не знала, что именно эти наброски являются ее главной драгоценностью. Ей пришлось переселиться в небольшой отель на окраине. В новом жилище было неуютно и очень холодно. Радовало только одно – здесь было тихо и никто не мешал писать. Но известие о смерти матери слишком потрясло ее. Через 9 месяцев после смерти матери Джоанн приняла решение покинуть страну и начать новую жизнь. В Англии осталось все прошлое, которое девушка постаралась как можно быстрее забыть. Невозможность вернуться в родной дом из-за испортившихся отношений с отцом повлияла на то, что Джоанн нашла работу учителя английского языка в Португалии. В Порту она познакомилась со своим будущим мужем Жоржи Арантасом. В 1992 году у них состоялась свадьба. Вскоре Жоржи призвали на армейские сборы и несколько месяцев он отсутствовал. Пока мужа не было дома, Джоанн написала первые три главы «Философского камня». По возвращению муж долго не мог найти работу. И Джоанн пришлось работать почти до самого рождения дочери. 27 июля 1993 года у них родилась Джессика. Спустя всего лишь пару месяцев после рождения дочери, муж избил и выгнал Джоанн с младенцем на руках из дома. Было пять часов утра, а на руках у нее посапывала двухмесячная дочурка. Ей ничего не оставалось, и Джоанн отправилась к единственному близкому и родному человеку, к сестре, в Эдинбург. К концу 1993 года Роулинг в буквальном смысле достигла дна. Она возвращается в Британию без работы, без семьи, без денег. На руках была только маленькая дочь и три главы нового романа. Жизненные обстоятельства не могли не наложить отпечатка на ее произведение. Детская по замыслу книга получилась не по-детски сумрачной. Но все-таки Роулинг вспоминает те времена не только со знаком минус. «Я надеялась, что когда вернусь из Португалии, то привезу с собой полностью законченную книгу. На самом деле я привезла с собой кое-что более ценное – свою дочь». Оставаться у сестры она долго не могла. И сняв жилье, Джоанн с дочерью переехали в маленькую квартирку, где вместе с ними обитали насекомые и мыши. Став матерью-одиночкой, почти нищей, она была вынуждена жить на государственное пособие. Роулинг получала 70 фунтов в неделю, которые уходили на скудную еду и кое-какую одежду для дочери. А вот на памперсы денег уже не хватало. Джоанн очень стеснялась своего бедственного положения. А однажды, когда Роулинг, получая гуманитарную помощь, увидела, что ей приготовили грязного игрушечного медвежонка для Джессики, она отказалась и не взяла его. Я ощутила, что мое прежнее унижение было ничем по сравнению с тем, что я почувствовала, увидев этого медвежонка. Чтобы не оставаться дома, Джоанн ежедневно выходила с дочкой на прогулку. Она катала коляску с Джессикой по улицам городка до тех пор, пока та не засыпала. Затем, устроившись с чашкой кофе за столиком небольшого кафе Николсонс, пристроив около окна коляску со спящей Джессикой, она, как одержимая, продолжала работу над философским камнем. Кстати, совладельцем кафе был муж сестры. Прославишься, оплатишь, смеялся он в те времена. Возможно, не будь такого уютного места с чашкой горячего кофе, не нашла бы она своего вдохновения. Думаю, многие на этом свою мечту бросают. На руках младенец нужно как-то выживать. И большинство в эти моменты сдаются. Находят ежедневную работу и попадают в день сурка уже без своей мечты. Иногда дождливыми вечерами, когда нельзя было куда-то выйти, они сидели дома. Дочка мирно спала, под полом шуршали мыши, а Джоан писала. На тот момент ей казалось, что эта полоса несчастья и бедности никогда не закончится. Все те проблемы, что свалились на ее голову в последнее время, выбивали из колеи. Забыться Джоан могла только за письменным столом. А теперь вдумайтесь, так прошло 5 лет. 5 лет она находилась в бедноте. Но настолько верила в свою мечту, в успех своего произведения, что не сдалась и, как итог, дописала его. Дописав последнюю главу книги, Джоан рассказала об этом своей сестре. Когда она пересказывала ей содержание, сестра смеялась до слез. Ей очень понравилась история о Гарри Поттере. Это вдохновило Роулинг. Но написать книгу – это только полдела. Необходимо ее издать. На старой пишущей машинке, купленной на распродаже, Джоан отпечатала несколько глав, сложила их в папку и отослала литературному агенту. Отправив рукопись литературным агентам и издателям, Джоан с нетерпением ждала отзывов. Спустя некоторое время ответы пришли. «Слишком сложно для детей, слишком длинно. Детям это будет неинтересно. Что-то подобное мы уже читали – это сказка сентиментальной хозяйки». Начинающей писательнице показалось, что жизнь теряет смысл. Младшая сестра пришла на помощь, заявив, что Роулинги не сдаются. И убедила отослать главы другому литературному агенту – Кристоферу Глитву. Однако он не интересовался детской литературой и сразу же отправил рукопись в архив. И тут все решил случай. Молодая служащая агентства, которой было любопытно, что же лежит в завалах, прочла выброшенные главы из «Гарри Поттера». Сюжет ей настолько понравился, что она решила вновь положить текст на стол агента. Литл прочел и решил немедленно заняться рекламой книги. Его фирма согласилась представлять Роулинг во время поиска издателя. Текст был отправлен в 12 издательств, все из которых отвергли рукопись. Год спустя, в августе 1996 года, когда Джоан уже начала отчаиваться, книга наконец получила зеленый свет и 1500 фунтов аванса от редактора Барри Каннингема из лондонского издательства «Блумсбери». Решением о публикации книги Роулинг, видимо, во многом обязана Алисе Ньютон, восьмилетней дочери председателя Блумсбери, которой отец дал прочесть первую главу, и девочка сразу же потребовала продолжения. Каннингем говорил, что хотя Блумсбери согласился оплатить книгу, он советовал Роулинг найти дневную работу, так как у нее было мало шансов заработать на детских книгах. Роулинг устроилась работать преподавателем французского языка. Однако, вскоре после этого, в 1997 году, Роулинг получила грант в размере 8 тысяч фунтов от Scottish Arts Council на то, чтобы она продолжила писать. Вы можете представить, что она чувствовала в тот момент? Она верила в свою мечту до конца, она действовала, и она посылала правильные мысли в космос, и все вернулось. Собственно, что было дальше, мы знаем. Книга разошлась постепенно, и Бум пришел в 1998 году. Право публикации романа даже разыгрывалось на аукционе, которое по итогу перешло за 105 тысяч долларов издательству Scholastic Inc., получив деньги от издательства, Джоанн первым делом купила дом в приличном районе. И они с Джессикой переехали. Завели кота, кролика, морскую свинку. Джессике давно хотелось какое-нибудь домашнее животное, но ранее они не могли себе этого позволить. Зато теперь Джоанн наверстывала упущенное и отчаянно баловала дочку. Также в 1998 году права на съемку выкупает Warner Bros. Pictures. Премьера состоялась в 2001 году и имела ошеломляющий успех. Вот так Вера в свою мечту позволила ей исполниться. Надеюсь, я смог передать все то, что могло заставить Роулинг бросить свою мечту. Но она приняла решение верить в свою мечту и идти до конца. На сегодня все. С вами был я, главный мечтатель. Верьте в свою мечту, мечтайте. И все ваши мечты исполнятся. Субтитры сделал DimaTorzok